Последние 50 лет у меня ощущение, что я живу после столпотворения в Ваилонии. И то, что сегодня происходит, меня поражает. Присутствие на разного рода международных конференциях, они идут под одним брендом. Наука, философия, общество, обмен бессилием, выход на панель. Это вы можете почитать о многих конференциях. Даже слово апокалипсис у нас понимается как конец мира. На самом деле это покаяние по-гречески, откровение. В 1977 году в университет, здесь Петербург, приехал известный человек, Томас Кун, который выпустил книгу «Основы социальных революций в науке». Он приехал с покаянием, отказался от развития этого деятельности. Я пригласил его на семинар, который ввели в Институте истории сознания и техники на университетской набережной. И задал ему два вопроса. Первый, Томас, вы венгер по национальности, но вы так блестяще говорите по-русски, что я не слышу такой речи сейчас у себя на родине. Не слышал только однажды передачи, которая была по радио, и принадлежит она секретарю Керенского. Это была действительно настоящая русская пушкинская речь. Второй вопрос. Почему? Можете ли вы объяснить? Да, вот это такой. Меня научила русскому языку и способу мыслить по-русски моя жена, русская, известный филолог древних языков. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, мотивы, на основании которых вы отказываетесь дальше работать в этом направлении? Ответ был обескураживающих. Виновата тоже жена. Когда я выпустил этот сборник, этот учебник, я подарил первый экземпляр. Она исчезла на неделю, и после этого приехала, сказала, дорогой мой, почему ты сначала не сказал мне о своей работе, а показал уже окончание? В чем дело, моя дорогая, ответил я? Дело в том, что все, на чем ты основывался, базируясь на данные исторические, на разных языках, является результатом ложных, доведенных до абсурда переводов. Поэтому моя деятельность оказалась бессмысленной, как и всех остальных, которые занимаются историей развития науки и наукой вообще. Мы об этом были известны, потому что при поступлении в университет первое, с чем я познакомился, это были законы Ньютона на досках большой физической аудитории на латинском языке. Детально переведя, я понял, что все, что мы учили в школе, и то, что я потом прошел в двух университетах, не имеет никакого отношения ни к этому, к Ньютону, ни к реальности вообще. Я сейчас некоторые изображения покажу вам и скажу, что та задача, которую мы поставили перед собой, это грандиознейшая задача, поскольку переводы неверны практически во всем материале всех, на всех языках. Частично, а может быть, в основном виноват в этом Эйлер, который сознался, что он не понял Ньютона, и не понял самое главное, он не понял самый главный закон природы, дарующий жизнь миру. И я позволил себе в тексты наших сборников более подробно изложить то, что было сказано у Ньютона. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы зациклились на другой систему знания на самом деле. Сегодня в нашем сознании есть определенный комплекс понятий, которые, оказывается, не имеют никакого отношения ни к тому, что они составляют, ни к тому, что было произнесено, сделано классиками естествознания. Первый человек, материал которого мы хорошо знаем, это Аристотель, который сформулировал задачу науки и философии. Наша задача взять сущее, которым является движение. Наш мир дан движение, его законы – законы движения. Атрибутами сущее является подстанство и время. Это единственное, что дано человеку и не требует никаких остальных вымыслов. И вот я сейчас перечислю, что нужно есть очень хорошее выражение Фрэнсиса Бэкона. Надо не выдумывать, не измышлять, а искать то, что творит и преподносит природа. Фрэнсис Бэкон. Вот я хочу обратить ваше внимание на усыновившиеся у нас понятия, которые выделены черным. Логос. По существу говоря, это закон. Как это сказано? Наши философы переводят речь слова, то есть переводят словоблудие. Динамис – это самое важное понятие, которое введено Аристотелем. Действие, которое чисто на направлении силы действия на скорость действия. Это хорошо понимали и Галилей, и Ньютон, который сказал, сила ничего не может сделать, не будучи природной сцепленной скоростью. Сила – это фикция. Вы никогда не измеряете силу, вы измеряете действие. Космос – порядок, красота. У нас же это хаос и беспорядок в нашем сознании. НТР – натура. По существу, это природа – Бог. Матема – наука, математика. Физика, натуральная философия. Количество движения – сила на скорость. Вот здесь я начну с этого самого главного понятия, которое у нас в головах осталось в совершенно другом представлении. Дело в том, что у Ньютона введено понятие количество движения. Равно произведение силы действия на скорость действия. И третий закон – это самое страшное, что произошло у нас в мире. Сила действия на скорость действия переходит в силу реакции на скорость реакции. Не равенство, а переходит, потому что меняется качество и силы, и действия. У Эйлера, я понимаю, он гениальный математик, но сделал фантастическую гениальную ошибку. Изменение движения, определение движения, понять то, что сейчас импульсом масса на скорость. И производный импульс по времени, он обозначил как изменение количества движения. Но это не изменение количества движения, а скорость изменения импульса. Это разные понятия совершенно. Второе. Страшная вещь произошла, которая при обсуждении с известными людьми привела к очень трагическим последствиям. Процесс, мир дан в движении, то есть мир в процессах. И у нас пишутся уравнения, математика занимается уравнениями, описывает равенство состояний слева и справа. Причина переходит в следствие без изменения. В уравнениях причина всегда равна следствию. На самом деле причина и следствие это разные по качеству вещи. И нужно писать не равенство, а стрелкой, вот как я продемонстрировал. Вот фундаментальный закон взаимодействия, который остался в нашей голове, в нашем воспитании, в нашем видении. Это сила действия равна силе противодействия. Когда мы рассказывали в институте мозга, директор института мозга тогда, Вехтерева, она обратила внимание, что если на самом деле произведение сил действия на скорость действия передается от одного тела к другому, то сила действия равна силе реакции, это отсутствие процесса. И поэтому сознание закрепило в своей памяти вот этот закон отсутствия какого-либо процесса, сил действия равна силе противодействия. Это означает, что сознание стало иррациональным, а мышление беспринципным, потому что сил действия равна силе противодействия, и здесь процесса нет. И она высказала по мнению, что внедрение в сознание этого принципа привело к фактору болезни Альцгеймера, к слабоумию, потому что запрещено мыслить. Вот это самая большая трагедия, которая произошла в развитии науки. Мы используем в математике равенство, уравнение. И вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на очень важный момент, который подошел в развитии науки. Теорема Йоделя-Тарского о невозможности сформулировать и формировать истину. Выяснилось, что преподаватели не знают основы, на основу которой сказано Гёдлером эта теорема. Эта теорема исходит из того, что А на Б равно Б на А. Но на самом деле А на Б не равно Б на А. Понятно, что если вы дом строите вот так или так, это разные вещи в форме. То есть в аксиоме Йоделя заложена ликвидация понятия формы как таковой. И поэтому эта теорема не отражает реальное происходящее. И даже в сложении А плюс Б равно С это являются новые совершенно вещи. То есть равенства никогда не могут описать реальные процессы, потому что всякое сложение дает совершенно новое состояние. В действительности надо базироваться на науке процессов, что за чем следует. Наука состояния объектов, что из чего состоит. Кстати, у нас до сих пор не лишена проблемы, что из чего состоит, и что за чем следует. Это самые главные вопросы. И сегодня я 25-го числа расскажу кое-что в этом отношении. 20-й век дал нам новую физику, квантовую физику. Здесь подошла... Анатолий Павлович, говорите в микрофон, пожалуйста. Анатолий Павлович, может, вам сесть сюда? Удобнее будет. А я буду смотреть. А там и есть. Там тоже видно. Там тоже видно. Почему выключатся? Давайте пересадим. Он работает. Он работает. Это включили? Включается. А это включен? Нет, это выключено. А сейчас включен? Да, да, да. О, прекрасно. Сейчас хорошо слышно, да? Слышно, да? Слышно? Да. У нас в школах, университетах учили аж, ню, фланг энергии. Но, по-видимому, никто фланга сам не читал. Потому что аж, ню не может быть порцией. Ню — это число колебаний в секунду. И первые эксперименты, которые я проводил в институте, показали, что процесс происходит не за ню колебаний, а за одну шестую одного колебания. Но человека, который нашел, написал хвалебную рецензию в энциклопедию, уволили с работы заведующего кафедры в университете. Теоретики в институте физтехи не восприняли это. Значит, на самом деле работает не аж ню, а аж делить на талу, где время соответственно одна едет на два пеню. То есть циклическая частота. И поэтому закон развития, закон процессов — это передача кванта действия от одного тела к другому с изменением качества энергии. В этом заключается принцип закона развития реального мира. Сейчас посмотрим дальше. Возьми, возьми. на последнее все. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Вот это? Ага. Еще другое. И другое. Это кто? Рисунок. Это все одностраничка здесь больше не будет. А это? А это здесь много. Вот это, да? Дальше. Вот можете сидеть там. Конечно, удобнее. Уважаемые коллеги, я попытаюсь сейчас рисовать, потому что исчезло то, что я пытался вам показать. Продолжение следует. Он регулировал фундаментальный закон развития и творения природы. Силы действия на скорость действия приходят силы реакции на скорость реакции. Вот гипербола. Это фундаментальный закон, единственный универсальный закон, которым работает природа. Я хочу обратить внимание на особенности вот этого закона. Может быть, большая скорость и маленькая сила. А действие такой же, большая сила и маленькая скорость. Вот это принадлежит к тому, что комиссия положенауки напрочь ликвидировала из нашего знания. Дело в том, что вот это и есть действие торсионных полей. Мы поставили перед собой задачу понять, как все это происходит. Мы хорошо понимаем, что мир бесконечен. В то же время есть понятие ничто. Реально же мы имеем дело с ограниченным миром. И возникает вопрос. Как возникает ограниченный мир, если существует изначальная бесконечность и пустота? Так вот, оказывается, есть конформные преобразования. Могите, пожалуйста, мне. Вернитесь обратно. Конформные преобразования. Другой файл. Покажите мне пальцы. Здесь не включили. Другой файл. 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 Это рисунок. Хорошо, хорошо. Его, да? Я хочу обратить ваше внимание, что вот это понимание, которое на самом деле готово к творению, это понимание роли действия в реализации процессов в природе знали египтяне и, наверное, до них задолго. Вот сейчас на экране окра солнца излучает свет, состоящий из кусочков таких гипербол. То есть сама гипербола – это и есть характеристика действия, которая оказывает свет на преоблучении. Мы провели такую операцию. Есть математическое конформное отображение, когда что-то написано в одной мерности переводится в другую мерность. И мы поставили перед собой задачу, как получается, когда у вас бесконечное превращается в ограниченное. Оказывается, это приводит к образованию сферических элементов, по параллели которой ход времени, а ординаты – это ход реальности действия пространственной. То есть, иными словами, вот это преобразование дало нам возможность понять, что такое эфир. Это первоначальный атом, о котором говорил Гераклит, мир состоит из атомов. Это на самом деле и структура, структура в пространство-время. И древние говорили, мир состоит из мира Ткут-Мойеры. То есть, это сферические или кольцевые структуры, которые в себе содержатся, от той стороны они ограничены, с другой стороны они содержат самое главное свойство движения – вечность. Ничто не исчезает, не возникает, а приходит из одной формы в другую. Поэтому круговое движение есть инерциальные движения. И вот теперь понятно, что говорил по этому поводу Галилей. Если система движется по кругу, это она идет по инерциальным кривой. То есть, наш мир сверечен, где пространство играет роль меридианов, а параллели играет роль действия времени. Таким образом, время оказывается тем фактором, который определяет все развитие, и в том числе энергия, потому что произведение силы действия на скорость действия – это мощность, то есть, это энергетическая характеристика процесса. То есть, ход времени порождает наш мир. И энергия творится благодаря ходу времени, превращение из бесконечного, которое мы не понимаем, в ограниченное. И вот на мозаике, которая изображена на экране, вы видите, что свет Солнца состоит из кусочков этих дискретных систем. То есть, реальный мир не континуален, а кусочный дискретный. Это очень важная вещь. То есть, континуальный мир, точный мир, в принципе, не может существовать, потому что между двумя точками существует бесконечное число точек по определению точки. Это означает, что процессов в континуальном мире нет, а вся механика Эйлера основана на точечном-точечном представлении. Поэтому, в принципе, она не годится для описания реальных процессов. Отсюда следуют очень интересные вещи. Сейчас, секундочку. Еще, еще ниже. Другое, концептальное заблуждение сделайте. Нет, концептальное заблуждение. Раньше, раньше. Вот, вот сюда, да. Пожалуйста. Так, стоп. Закон творения. Закон творения, который здесь написан. Сила действия на скорость действия плюс L действия. Здесь тоже произошла интересная вещь в математике. Когда вы играете в шахматы Е2, Е4, ход делаете. Потому что, на самом деле, формула Е2, Е4 – это есть программа того, что вы хотите сделать. А для того, чтобы вы сделали, вы должны задрадить действия. Поэтому, на самом деле, математическая операция должна содержать в себе фактор действия. Вот здесь закон творения. Сила действия на скорость действия плюс L действия, то есть квант действия. Перекинули. Вот, квант действия переходит в силу реакции на скорость реакции и потенциально изменение характера действия. То есть, иными словами, это и есть истинный фотоэффект. Причем, это единый закон во множестве проявлений. То есть, иными словами, фотоэффект сопрождается избытком. Из той формулы, которую я написал вам. Сила действия на скорость действия переходит в силу реакции на скорость реакции. Стоп! Вот из этого, из закона движения, силу действия на скорость действия переходит в силу реакции, на скорость реакции вытекает фантастическая селекция. Сила действия на путь действия, делительное время действия переходит в силу реакции на путь реакции, делительное время реакции. Это означает, что есть некое абсолютное время, которое творит все реально существующее, а у каждого объекта, который мы видим и наблюдаем, это творение, штучное творение природы. У него свое время, и поэтому оказывается, что если у вас энергия действия, работает время действия в абсолютном времени, то силы реакции, энергии реакции всегда будет больше энергии действия. У вас реальный фотоэффект порождает большое действие, поскольку силы действия, есть энергия действия за время Т действия, а энергия реакции за время меньше, чем Т действия. В этом процессе перехода действия от одного объекта к другому происходит творение, количественное и качественное изменение параметров процесса. При этом, вот здесь пишется формула, если Т реакции больше, чем Т действия, всегда энергия реакции больше энергии действия. Кстати, это вещи люди знал и Шаубергер, который обратил внимание американцев, но они ему не поверили, что в природе непрерывно происходят антиэнтропинные процессы. Он померил мощность на жерновах мельницы, а мельница всегда стоит на маленьких ручьях, где выделяется узкий поток. И за счет направленного движения тепло воды переходит с кинетической энергией потока. Таким образом, на самом деле оказывается, что все наши гидроэлектростанции дают, в принципе, могут давать энергии в десятки раз больше, чем энергии, которую они получают. Потому что наши инженеры не учитывают, что сужение потока переводит тепловую энергию в кинетическую энергию потока без затраты энергии. И разрушение Сиан-Шушевской ГЭС обязано именно этому процессу. Кстати, очень много известно, мне писали материалы о многих гидроэлектростанциях. Я специально узнавал у человека, который конструирует турбины и генераторы в Петербурге, что инженеры не знают, как конструировать ни гидроэлектростанции, ни ракетные двигатели. Оказывается, вот сейчас сделали совершенно другую систему ракетных двигателей. Из одной камеры разогреченной несколько суженных входов, и при том же горючем у вас скорость увеличилась в три раза. То есть энергия на застав в десять раз реализуемая. Иными словами, КПД самолетов может быть увеличена на порядок только за счет изменения конструкции сопел-ракетных двигателей. Мы же сейчас наблюдаем, что при запуске ракет у вас столбы дыма, огня идут. Это все уходит в пространство, но не работает на тяговые условия. Вот самый важный вывод, который я хочу, чтобы вы запомнили, что теплая энергия переходит в кинетическую энергию без отраты работы. То есть у нас антитропийные процессы. И когда вы в полях и в лесах видите холодные пыльчики, холод происходит за счет того, что у вас кинетическая энергия, потока возникает за счет тепловой энергии самой воды. Вот наглядная демонстрация антиэнтропийного закона, хотя у нас это называется второй закон терминамики, и запрещает этот процесс. Таким образом, фактически это означает, что в пространстве и время есть единственные факторы, которые определяют любые процессы. Иными словами, любые характеристики могут быть выражены только через метры и секунды в разных мерностях. То есть на самом деле мы упустили, что в природе, в живой природе, всегда происходят алхимические процессы. Это знали и Ньютон, и по поводу своего закона он так написал. Из этого следует, что может возникнуть сила достаточной для улучшения вещества и даже атомов. И он занимался 98% своего времени и отводил на изучение алхимических процессов. Из этого следует, что, из этого закона творения следует, что масса на скорость, отношение к массе действия, скорость действия равна импульс реакции, сельдеракции. То есть отношение импульсов равно отношению ускорений. Это означает, что закон сохранения импульса нет. Есть только закон сохранения действия, действительности. Значит, вот я дальше в статьях, которые мы публикуем, установлены эти законы движения, которые написаны Ньютоном, и наш перевод, который свидетельствует о том, что на самом деле сила действия никогда не равна силе противодействия, это и есть статика. А в статике нет действия. Поэтому для реализации той программы, о которой говорил Елисавин Георгиевич, потребуется чрезвычайно большая работа. Мы сейчас об этой работе думаем, потому что из этого следует чрезвычайно широкий спектр возможностей. Мы предоставляли внимание общества различные энергетические системы, которые работают гораздо эффективнее, чем существующие. Значит, мы предложили охлаживающую систему, которая в 40 раз более эффективна, чем существующие. Но поскольку наши системы давали более сильный эффект, заставляли переделывать стенды, они все равно пока то же самое делали. Увольняли людей, которые этот стенд делали, но тем не менее, уволить закон динамики, закон, третий закон по Ньютону, в принципе, никто не сможет. К сожалению, сейчас очень большая трудность преодоления этого заблуждения, потому что вот то, что сказал Элли, дети всегда есть равные предположенные противодействия, заедают друг на друга на уровне и направлены в противорожные стороны. Я эту проблему обсуждал с говорятом Норвежской премии после проводимости. Он сказал, что я не понимаю, почему мне дали Норвежской премию после проводимости, потому что физика не может справиться с решением этой проблемы, поскольку у него нет закона взаимосвязи причины и следствия. Микрофон просто не слышат, они вас. Садитесь. Вот так. Вы посчитайте внимательно. Сила проявляется только в действии, и по прекращению действия в теле не остается. То есть, на самом деле, несмотря на то, что в 1912 году Фейхтингер написал так называемую теорию фикции, где определил, что сила является фикцией. То есть, она сама по себе отдельно не существует без предложения силы. Но, тем не менее, с 1912 года не было ни одной работы, которая бы отреагировала на это замечание. Поэтому, на самом деле, сегодняшние законы, которые мы используем, не имеют отношения к реальности. То есть, сознание наше запрограммировано на не реальные процессы, не на свойства реальных процессов, а на свойства неких искусственных моделей. По всему случаю требуется не только полидетальный разбор физических законов, но и той самой математики, которая должна быть описана логистическим законам, законам, которые привносят не только закон логики, но и закон реализации логики. В математической форме, как я уже показал, силы действия на скорость действий, плюс должна быть локальная мощность, которая используется для того, чтобы реализовать эту программу. И по этой экспоненте, на том графике, который вы видите, переход в систему, когда то же самое действие реализуется за счет большой силы и маленькой скорости реакции. То есть, это означает, что у вас большая плотность энергии. Небольшое число колебаний, а большая плотность энергии локально. Она приводит к формированию новых элементов. То есть, это и есть закон о смутации элементов. И поэтому неудивительно, что в яйце у вас, курочка в течение определенного времени, посидев, рождается в цыпленок с набором химических элементов, которых не было ни в желтке, ни в белке. То есть, непосредственно у нас всегда идут процессы алкемического рода, а не процессы обычной химии. Поэтому, я думаю, что перед нами ставят очень большие задачи по существенному изменению логики познания. То есть, надо вернуться к началу развития науки и по шагам проследовать за описанием реальных процессов, а не состояние. У состояния нет никаких свойств, кроме быть в покое. И теперь по нему понятно, что для того, чтобы осуществлять реальное движение в нашем кривом пространстве, сферическом, требуется затрата энергии. А по кругу движется без затраты энергии. Это инерциальное движение. Вот в этом тоже есть трагический вывод, который трудно сначала согласиться. Но на самом деле, более того, если вы посмотрите на звездное небо и видите спирали, спиралы — это та же самая экспоненциальная зависимость, которую вы наблюдаете в процессах развития, которым принадлежат фазовые переходы. То есть, экспоненты, сформированные в полярном системе координат, дают логическую спираль, которую мы видим часто на небе. Это означает, что мы наблюдаем со стороны весь процесс рождения той системы, которая зависит на спираль. То есть, мы со стороны можем увидеть, в далеком прошлом какая система была, и в далеком будущем. То есть, на самом деле, человеку дано, дана такая возможность гулять по времени пространства, поскольку формирование пространства с квадратской скоростью равенную сумму квадратской скорости по х, 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 по х. Это означает, что управлением пространства можно управлять ходом времени, а вместе с этим и ходом энергии. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.